Друзья, я снова всех приветствую. Поставил новенький токарный патрон на станок. Хотел проточить кулачки, но выяснилось, что торт патрона тоже очень сильно бьет. Я его здесь на болтах несколько раз переставлял. То есть выяснить, бьет ли патрон на конусе, либо все-таки бьет вот этот торт. Торт здесь очень гладкий. Мне бы его не хотелось трогать, но оказалось, что бьет именно он. Показываю. Поставил индикатор и крутим. Видим, поднимается стрелка. Вот уже ноль. Даже выше ноля поднимается. Выяснилось, что бьет оно где-то до одной десятки. Вот такое вот биение. Поэтому буду сейчас протачивать, пока нет кулачков. Поставлю санвиковскую пластинку и попробую проточить. Резец советский. Пластинка заграничная. Выставил резец таким вот образом, чтобы везде залазило. Потому что если я его сюда по-нормальному ставлю, полностью выкручивая каретку на себя, не хватает хода, чтобы проточить. Диаметр 315 миллиметров. Все-таки, друзья, это не шутки. Обороты поставил около 200. На большом диаметре скорее всего уменьшу автоматически. Когда будет мимо канавок проходить, можно будет уменьшить. И поставил на автоматическую подачу. 0,65 миллиметров на оборот. Также еще из важного нужно будет пометить шпиндель, чтобы ставить патрон все время в одно и то же положение. Сам патрон я уже пометил. Здесь 4 точки сделал. Шпиндель точно также. На керню 4 точки. Сделал вот так. В принципе неплохо видно. Все читаемо. Зажимаю суппорт. Зажимаю, чтобы он не двигался. Включаю поперечную подачу. Все, поехало. Так, движется лимб. На себя обработка идет. Все, пошла обработка. Потому что, чтобы он не возашел. Ииии. Проп germBY. Боить растительное. Включил. Включил. Боть этих практику. Включил. Есть проход, ребята, сейчас измерю лекальной линейкой, что получается на просвет. То есть важно понимать, получилась ли поверхность плоская. Вам не видно, но лекальная линейка показывает, что никаких просветов здесь нет. Зазор равномерный, никакой конусности, ничего здесь не присутствует, потому что станок отшаблен, друзья. Вот так тихо работает мой станок, ребята. Это просто фантастика. Протачиваю заново все поверхности на кулачках. По чуть-чуть, понемножку резец Т15К6, ну вроде бы берет, хотя кулачки каленые, но потихоньку идет. Идет очень маленькая стружка. Скорость срезания небольшая, обороты около 120, потихоньку протачиваю. Упорные поверхности кулачков тоже не сходятся, поэтому прохожу и здесь резцом из керамики. Вот так идет процесс. Добавляю по 0,1 миллиметру. Несоосность примерно 0,2 миллиметра на кулачках. Я их уже как только не комбинировал, все равно не уходит. Вот эта беда, ну проточка уйдет по-любому. Но вот так, ребята, удалось обточить по каленому металлу. Кулачки теперь имеют параллельность, какую-то соосность, а то они все были в разнобой. Теперь нужно их переворачивать и смотреть, что они у нас покажут по индикатору. Потому что кулачки эти и прямые и обратные и, скорее всего, если я их переверну, они уже будут опять несоосные, но уже это будет не так критично, как раньше. Но все-таки, мне кажется, несоосность появится. В общем, надо перевернуть и проверить, насколько же она будет выражена. Но для этого нужно пометить все кулачки, чтобы их потом поставить на свое место. Это строго обязательно, ребята. Все пометил бормашинкой с алмазным бором. Вот так двоечки выглядят и вот на кулачке два, три, четыре такие вот номера. Все, друзья, помечено, даже пометил зажимные винты, чтобы ничего не перепутать. Мало ли будет разборка какая-нибудь и чтобы все было как разобрал, так и собрал. Итак, меняю положение кулачков и мы посмотрим, что у нас там получилось. Попутно зашлифовываю все заусенцы, которые образовались после резца. Ну и вот уже третий кулачок вставляю в обратку. Еще чуть-чуть и будем измерять. Итак, кулачок на ноле. Смотрим, второй. Второй на середине тоже на ноле. Смотрим, еще один. Этот две соточки в плюсе. Смотрим этот. Этот на ноле. Ну вот такие дела, друзья. Все, ребята, обновил станок. Теперь патрон хотя бы более-менее пригоден к эксплуатации. В общем, на этом все. Можно приступать к работе, дорогие друзья. Кому интересно, что там будет за работа, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока!